доброе утро дорогие друзья всем доброе добрейшая веселейшая прекраснейшая илюльское утро сегодня у нас илюльское утро и значит я очень рад что что успел что успел хотя с опозданием но но лучше поздно чем никогда как говорится бывает что происходят жизни наши разные события с опозданием когда один призывник стоял на призывном пункте получал военную форму и говорит вот вы знаете говорит я когда было пять лет я ведь очень мечтал и молился всевышнему чтобы он не дал военную форму но я не думал что он до 18 лет дотянет в 18 выполнить мою молитву знаете бывает иногда что с опозданием хорошо значит сегодня я обещал закончить историю вчерашнюю вчерашняя была история о том как проверяют пророков и мы видим что в недельной главе шуфтим всевышний нам сказал проверять пророков и история заключается в следующем как-то как-то было два лжепророка которые которые в то время но в то время в вавилоне они имели очень большое влияние знаете кстати есть сейчас сейчас это называется блогеры инфлюенсеры в такие есть люди которые вот они прям влияют а то было два лжепророка и они до того дошла их наглость что они пришли к дочке на выходной цара и сказали есть что у нас было пророчество от всевышнего что ты должна выйти замуж за нас обоих татьяне были наглые эти два пророка дочка пошла к на выходной цару и сказала ему своему папе папа что мне делать в этой ситуации очень мудрый поступок потому что очень важно вот когда у вас есть сложная ситуация в жизни конечно такая сложная ситуация вряд ли у кого будет хотя многие не знают за кого выйти замуж из двух выборов но очень правильно пойти посоветоваться с опытным человеком а лучше с одним с двумя с тремя тора нас учить что марбейт сам много советуешься умножаешь понимание видишь картинку 3d один посоветовал второй посоветовал третий ты попробовал и тогда будет у тебя реально видение картины она пошла к папе и говорит папа что мне делать папа говорит очень странно говорит я знаю что бог евреев он очень против вот этих вот с этих нет нетрадиционных отношений да он очень конкретно просто должна быть семья одна жена один мужу то есть он против то что называется разврат до слова против разврата говорит зали их сейчас будем их проверять насколько они пророки очень странно что бог евреев сказал такое им передать они приходят на уходный царь говорит я знаю что бог евреев не любит разврат те говорят ну слушайте откуда вы знаете он говорит из пророки вот были ханане миша михаэль вазаря мишаэль вазаря это было три пророка которые не захотели поклониться идолу на выходный цара на выходный царь сказал что если так я вас брошу в печку они сказали бросай он бросил печку они оттуда вышли он говорит мне сказали ханане мишаэль вазаря те двое говорят ну ладно они пророки им бог так сказал а мы пророки нам мог бог сказал по-другому и что на выходный царь говорит да говорит в задаче говорит мне задали но очень он был тоже умный человек потому что он был император который который властвовал над империей то есть он таких войнах интеллектуальных выигрывал он говорит вы знаете говорит ребята их я проверял как пророков а вас не проверял поэтому говорит я сейчас вас тоже проверю значит давайте зажигайте печку сейчас будем проверим насколько они пророки это в история. Эти двое задумались, но они тоже были, они не были пророки, они были лжепророки, но они были умные, хитрые ребята, которые придумали эту всю историю про лжепророчество, и они ему говорят, стойте, стойте, это не будет проверка настоящая. Эта проверка, она не, она неправильная, это не чистота эксперимента. Их было трое, а нас было двое, а нас двое. Может быть, Бог для них сделал чудо и остановил этот огонь, а для нас двоих не хватает. Логичный очень такой довод. На что на выходной, он был тоже не глупый человек, и он сказал им такую вещь, он говорит, да, я очень принимаю вашу, как сказать, ваш довод, очень логично, действительно. Поэтому, говорит, найдите себе третьего, который тоже пророк или праведник, чтобы вас было тоже трое. И значит, я все равно печку продолжать и разжигать до температуры, значит, в которой, в которой выжили Ханани, Мишель, Мишель и Азария, три пророка. Значит, они вот тут задумались, и они говорят, хорошо, есть Ио Шуа, он был последний первосвященник в первом храме. Он стопроцентный праведник, он заходил в святая святых в первом храме, и в Йом-Ти-Пур, когда первосвященник заходил в святая святых, то если он был не праведник, он умирал. Прямо там, в святая святых, он умирал. То есть, именно поэтому быть слишком праведником очень тяжело. Праведников Всевышний освещает такой свет. И иногда этот свет даже сжигает праведника. Представляете? Значит, но они знали, что Ио Шуа первосвященник был праведник. И они, значит, говорят, третий с нами будет Ио Шуа первосвященник. Они думали, что благодаря его заслугам Всевышний их спасет тоже. Остановит огонь. И, значит, их кидают троих в печку. И что? Всевышнего же не посчитаешь. Всевышний, он на то и Бог, что он, помимо того, что он установил законы, что в огне все горит, он может остановить. Правильно? Но мало того, что он может остановить огонь, он может сделать так, что в одной и той же печке один сгорит, а другой останется жив. Поэтому эти двое лжепророков сгорели в этой печке, а Ио Шуа первосвященник вышел из этого же огня. Вот такая вот история рассказывается в Талмуде, как проверяют лжепророков. Поэтому, значит, мы поняли то, что вчера мы изучали в Торе, что если придет пророк, который скажет от имени Бога, и окажется, что он говорит то, что Бог не говорил, его надо убить. Все. Теперь дальше. Дальше сегодня 6-ое иллюля, 6-ое число месяца иллю. И в книге «О Йом-Йом» мы изучаем очень короткий отрывок, в котором Цемахцедек, это был, какой-то был рэб, Цемахцедек, это был третий любая часть рэба. Он говорил так, что Бальшентов, Бальшентов очень любил свет. Вот так вот скажут кому-то, Бальшентов очень любил свет. И человек подумает, ну вот он любил свет, чтобы было светло. Но сейчас мы узнаем, какой свет он любил. Свет на еврейском, слово «Ор». «Ор» — это вот «Тора», она звучит так же, как «Свет». Учение – свет. «Тора». «Ора» — это обучение, а «Ор» — это свет, но пишется по-другому, пишется свет с альфом, а «Ора» пишется с «эй». Но смысл один и тот же. Что такое знание? Знание, оно освещает нам те аспекты реальности, с которыми мы были незнакомы. Когда нам, например, сообщают, что дважды два – четыре, нам дают некое такое интересное знание, которое для нас облегчает работу с цифрами. То есть знание, оно как свет. Когда мы узнаем о Боге, это как мы осознаем ту реальность, которая существует и без нашего знания о ней. То есть знание, оно очень похоже со словом «свет». «Ор» — это свет. Теперь смотрите, что получается. Мне обидно, что Большамтов очень любил свет и объяснялся в акцентах, что у слова «ор» — свет, и у слова «раз» — тайна. «Раз» — это тайна на иврите, «разим» — это знающие тайны. Одна и та же дематрия. Дематрия — это числовое значение. «Тот, кто знает тайну, заключенную в каждой вещи, может осветить эту вещь». То есть когда у тебя есть, ты знаешь эту тайну, то у тебя там есть свет, а другой не знает тайну, у него там нет света. То есть поняли, это было такое, не просто там, Большамтов любил свет, да, и что? Он любил свет, который освещал суть каждой вещи, суть каждого события. То есть это называется свет, который одновременно — это тайна, да? Хорошо. Вторая книга — «Обретение неба на земле». Она в сегодняшний отрывок, он чуть-чуть такой дает, опять же, грань, новую и удивительную грань он дает. Вот написано так. «Стоит вам начать сравнивать хорошие дела, определять, какой из них значительный и важнее других, вы уже становитесь на сомнительный путь. Ваша работа выполняет неспосланная вам, что бы это ни было». То есть идея здесь такая, что вчера мы учили, помните, как когда тебе попадается искра святости, то в этот момент нужно из искры загориться пламя, разжечь себе еще сильнее воодушевление. Здесь он говорит, если у тебя попалось доброе дело, которое ты можешь сделать, или какая-то заповедь, то не надо взвешивать и думать, какая будет мне за то награда, за это награда. Надо просто делать. Это как бы мы идем по той линии, как получить небо на земле. То есть это не как быть правильным, хорошим, добрым человеком. В этой книге нам даются такие лайфхаки, как принести свет духовности и усилить его, вот именно духовность, создать небо на земле. Потому что если мы пойдем по простому пониманию закона, то по простому пониманию закона в перке вот написано «Авэ михашев, эфсет митсвак, и на гетсхара». То есть ты должен, лихашев, ты должен считать, какую ты получишь эфсет, какой ты убыток получишь от заповеди, напротив награды за заповедь. То есть все время нужно считать. И тот же Большентов говорил, что нужно изучать Тору очень каждый день, глубоко, постоянно, для того, чтобы не ошибиться. Потому что ты можешь, вот перед тобой есть заповедь из Торы, перед тобой есть заповедь мудрецов, перед тобой есть какой-то обычай. И ты можешь ошибиться, ты можешь из-за обычая не выполнить заповедь мудрецов, из-за заповеди мудрецов не выполнить заповедь Торы. Чтобы это было понятно, Можно вспомнить историю про Альтера Ребе, который в Йом-Кипур или в Роша-Шана, то есть самая важная молитва года. Он шел в синагогу и услышал, как ребенок плачет в каком-то доме. Мама тоже подумала, что помолиться сейчас важнее, чем ухаживать за своим ребенком. И он остался и качал этого ребенка, пока он не заснул, потому что он понимал, что молитва в Роша-Шана и в Йом-Кипур, это заповедь, которую, именно форма молитвы, как молиться в синагогу, в Миньян и так далее, это заповедь, которую дали мудрецы, они объяснили, как молиться. Понятно, но добрые дела, это заповедь, которую сказал Бог делать. Иногда можно ошибиться, как тоже приводится пример, как один вставал утром рано в синагогу, и будил свою жену. И он вроде бы шел служить Всевышнему, но это каждый раз шло через страдания жены, и это было не заповедь, то, что он делал. Поэтому, как бы классический путь, он говорит, что нужно считать добрые дела, что важнее, что не важнее. Но здесь, когда мы говорим о пути, как из искры духовности выжать больше огонь, здесь говорится так, что если уже пришло тебе доброе дело в руку, и ты начинаешь взвешивать и так далее, то в этот момент у тебя спадает эмоциональный экстаз, выполнение, и ты становишься, он не сказал, что это плохой путь, ты становишься на сомнительный путь. Сомнение, это не всегда плохо. Например, если человек сомневается, делать ему плохое дело или не делать, то это хорошо. Момент, когда человек начинает, есть известная история, когда одного цадика спрашивали, как он, что он никогда в жизни не ругался с женой? Он говорит, никогда, вот вообще никогда. Ему говорят, и вы на нее ни разу не гневались? Он говорит, никогда вообще. Ему говорят, почему? Ну как, что она ничего не делала от того, что вам не нравится, не хочется и так далее? Он говорит, делала. А ему говорят, ну а вы как, на нее не гневались? Он говорит, нет, я шел, значит, выяснять в шелхонорухе, в какой степени я могу, ну как бы, как мне правильность выразить свое несогласие или неудовольствие. И пока я шел и искал в книгах ответ на этот вопрос, я сомневался, как мне выразить. То у меня, говорит, всегда я уже был спокойный, уже я забывал, думал, а зачем мне выражать вообще, все и так нормально. И, значит, поэтому я никогда с ней не ругался, потому что я всегда сомневался, как правильно надо отреагировать, и я никак не реагировал. То есть иногда сомнение, всегда сомнение уменьшает вот этот напор, всегда сомнение уменьшает напор. Но если ты в хорошем деле, тогда не надо сомневаться, говорит нам автор этой книги. Тогда уже схватил заповедь и делая ее, значит, делая ее прям до конца, не сомневаясь, что, может, сейчас у меня лучше будет заповедь. Спасибо, вот мне дочка сделала кофе, спасибо большое, очень вкусно. Вот, и недельная глава у нас сегодня, мы заканчиваем читать книгу Шовтим, Шовтим это судьи. И здесь рассказывается, в этой главе очень много заповедей, очень много, значит, рассказывается, кто-то вот еще тоже, любого опоздала еще больше. Я про на выходной царе уже рассказал, она мне напоминает, уже рассказала эту историю, все, закончили, в самом начале. Сегодня в недельной главе рассказываются разные нюансы законов, Шовтим это как судьи. И вот тут есть интересный закон, что в Торе нельзя осудить человека по мнению одного свидетеля. То есть два свидетеля должно быть. Два должно быть свидетеля, одного свидетеля мы не слушаем. Теперь, что это нас учит, да, почему об этом так говорится. И почему здесь говорится, что если есть лже-свидетель, так на него идет то наказание, которое он хотел сделать на человека. Чтобы нас очень сделать осторожными в том, чтобы свидетельствовать друг на друга. Потому что когда один человек, он говорит про другого, я, ну, делать на него какое-то негативное свидетельство, да, другим людям, например. Или же даже себе. То нужно всегда понимать, что один свидетель, он видит какую-то узкую одну грань мироздания. Он не понимает причин, следствий. Он не понимает множество-множество каких-то тоже, чтобы было понятно. Например, один человек, крестьянин пришел в город, и он в этом городе, значит, смотрит какой-то мужик, он идет, в окно заглянул, а в окне стоит кто-то с ножом, с таким, и другого режет. И он кричит, полиция, спасайте, убивают. А, значит, полиция приезжает, забегает, а это был кабинет хирурга. И хирург этот, он как раз, как раз лечил человека, и он ножом как раз, ну, операцию собирался делать. Раньше было, ну, не было скальпеля, ножами делали. Полиция кричит ему этому, что ж ты нас вызвал, мы операцию ему сорвали, да? Значит, один человек, он видит, а если бы он прочитал, что это кабинет хирурга, он, может, так бы не вел бы себя. Какой еще есть пример, например, в... Известная есть история про Равицкак-Зильверс, Гранос-Садиглев-Раха, его как-то пригласил один человек и говорит, «Я сделаю обрезание, Бритмила, только если вы будете моим сандыком». И он, обрезание можно делать до захода солнца. И Равицкак-Зильверс, где-то он что-то в каких-то был делах, и он тоже бывало опаздывал. И он, значит, хочет быстрее успеть до захода солнца. Он останавливает какого-то мужика на мотоцикле и говорит, довези меня, потому что были пробки, там перекрыт город. Мужик на мотоцикле говорит, хорошо, садись. Он садится, а он же был в шляпе, в типе. Он едет, у него ветром сдувает шляпу и типу, у него нет ни шляпы, ни типа. Теперь вот тут он как раз в вопросе, сомнении. Что мне сделать? Остановиться, искать шляпу и типу, а солнце заходит. Или успеть сделать обрезание, потому что меня там ждут. Он выбирает, понятное дело, что обрезание – это заповедь истории, очень важная заповедь истории. А шляпу и типу еще можно будет купить. И он говорит этому на мотоцикле, езжай, значит. И вот они приезжают к этому месту, а там был мойль, который должен был резать. Он не знал, кто это Раф Зиббер, что это цадик, такой праведник. И тут, значит, прибегает какой-то мужик. Ему говорит, разворачивай инструменты, разворачивай, будем делать обрезание. Без степы, без шляпы, ну, просто без степы, нерелигиозные. Он ему говорит, мужчина говорит, вы извините, я мойль, я как бы знаю законы, уже нельзя делать обрезание, солнце зашло. А он ему кричит, нет, говорит, солнце не зашло. Я раввин, говорит, я тебе говорю, делай обрезание, все, раскрывай инструменты, будем делать. Тот говорит, вы кто? Он говорит, я раввин, у меня есть смеха, как бы документ от Равмоши Фонштейна, что я раввин могу давать пса калаха, делай. Я, он без степы даже. И человек может подумать, как он может быть раввином, да, ну как? Он даже без степы. А он раввин. И сделали обрезание, когда он делал обрезание, отошла туча и вышел луч солнца. Поэтому, поэтому очень мы можем взять из этого важный момент, да, что одному человеку мы не верим. Один человек может ошибаться, может смотреть односторонне, может неправильно интерпретировать. И даже если этот человек это ты, то ты можешь себе тоже не верить. Одному человеку мы не верим. Если ты каким-то образом описываешь ситуацию, даже себе, то пойми, что это всего лишь одна интерпретация с одного ракурса. И можно использовать совершенно другие слова, можно использовать совершенно другой подход. Яркий самый пример вот этих вот интерпретаций свидетельства, это разница в мышлении между пессимистом и оптимистом. То есть они смотрят на одни и те же стаканы, и они по-разному их описывают. Поэтому в суде принимали свидетельства только двух человек, и не письменное, а только устное, чтобы судья мог задавать ему вопросы и выяснять. Все, дорогие друзья, шаббат шалом, чтобы было у всех благословение во всех хороших делах, чтобы Всевышний помогал каждому из нас усиливать этот свет Всевышнего, чтобы мы выполняли заповеди Бога, и Бог выполнял наши молитвы, чтобы было рифа шлема всем, кто требуется ему излечения, и особенно, чтобы было Ашер Бен Шендл, чтобы было рифа шлема, и рифа теневш, и рифа тагуб, и всем, кому нужна выздоровление, чтобы было выздоровление, благополучие, богатство, шломбайт, радость, шаббат шалом. Всем шаббат шалом, и удачи и успехов. Всего счастливого.